Ну что ж, снова всем привет! Привет всем, кто подключился после незабываемой первой игры. Наверняка есть такие. Кто-то побежал говорить своим соседям, смотрите, там у АНТ против КБУС играют. Такая катка чуть пузо не надорвал. Да, катка была крепкая. Катка была реально крепкая. И вторая обещает быть не менее интересной, потому что у нас тут Марси. Посмотрим на неё в действии. Ну, уже не в первый раз, но всегда приятно видеть нового героя какого-то, пока он ещё не приелся, так сказать. Марси и Медуза. Вот этот распирк, вот этот распирк БТВ, он удушает. Не знаю, встречал ли ты в пабе эту связку, но меня она уже удушала не раз. Ну, я могу себе представить, Марси довольно жёсткий бафер, помимо всего прочего. Ну, там именно фишка на линии, потому что я вот, как вот человек, который любит на четвёрке поиграть, там ну или на пятёрке, я сейчас на саппортах больше бегаю. Ты приходишь в сложную, допустим, ну, допустим на секунду, что нет вот того кмпа, который может позволить тебе выпалить. И вы, как бы, в большинстве случаев, стоите под вышкой. Ну, не получилось, у вас отпушат линию, да, и Медуза стоит рядом с вышкой. Вот этот герой Марси, он просто может тебя под вышку закинуть. И особенно это удушает, если, например, у тебя там какой-то миличная тройка и ещё, при худшем раскладе, ещё и миличная четвёрка. Она просто выкидывает под вышку любого героя, Медуза под этой вышкой, естественно, хорошо настреливает. И вот так вот раз за разом. Поэтому в пабе она уже, ну, в общем, хватит, хватит, хватит с этим. Ну, теперь и в СМ. Ну, теперь, я думаю, посмотрим. Я просто пока ещё не особо наблюдал за тем, как играют именно на турнирной сцене. Я, по-моему, видел только одну игру, которая была в Малайзии, где играла какая-то вообще неизвестная мне азиатская команда с этим героем. И она, по-моему, даже проиграла с Марси. Ну, посмотрим, как она будет здесь. Ну, баферан, кстати, хороший, да, баферан такой крепкий. И на линии она прикольно стоит. Вот, поэтому... Там посмотрим, что ребятки придумают. Если вот брать прошлую, да, прошлую игру, то в целом, ну, как мы видим, Вайн Ти всё-таки они отдали дань уважения Андерлорду и решили его на всякий случай забанить, потому что Андерлорд, он очень многих коров удушает в этой мете. Там всякие Травлблейды, Медузы, Хаус Найт, и все они не очень любят Андерлорда. Из-за большого количества белого урона. Поэтому отправляем в бан. И КБУ и ЕС просто решили... Решили брать темпы. Они вряд ли в этой игре будут фармить. Они уже... Кстати, играли похожим... Драфтом. Да, там всякие Драгонайты, Скайросс, магии, бабки. И суть данного драфта в том, что пока Блокингбару противника нет, а Блокингбар появится нескоро в Медузе, это 100%. Почти любой герой рассыпается по дальшим силам. Мало что выживает. Так, ВР-очку, Визажа добирают. Интересно, какой распик. Это Визаж получается тройка, да, и ВР-четверка, или пятерка вообще, или ми. Мы сейчас посмотрим. Тут, на самом деле, ВР-ке очень большая вариативность, куда она пойдет. И вот против драфта противника ВР-ка пока не улыбается. То есть она просто падает за стан. Если в прошлой игре там было очень много моментов, где у АНТ убивали героя за рор бисмастера, то здесь ситуация теперь противоположная. Пока что почти любой герой бафы падает за стан Драгонайт. И Бристлбэк это еще одно подтверждение, что фармить они не собираются. Они просто пойдут давить, ну, где-то минута двадцатый. Там Бристлбэк, например, собирает себе слоты, да. Он и против Бристлбэка, он против Визажа более-менее смотрится, кстати. Ну и Медуза, если нас так, Итгу тоже нормально пробивать будет. Ну, в общем, драфт у КБУ сейчас такой хороший прям. Ну, а в АНТ они просто в Супер Лейте. Не всем понятно, почему здесь Визаж. Потому что вроде бы Медуза ВР. Я так понимаю, это ММР-турист любитель повизажировать немного. Он сверху. Тут просто Визаж. Слушай, а правда, да, ММР-турист. Да, да, да. То есть он просто не очень-то и против ДК круто работает, да, из-за того, что у ДК много брони, птички его слабо пробивают. Да и против Бристлбэка не сказать, что хорош. При этом им было бы здорово иметь хорошего фронтлейнера, но Визаж без фарма это слабый оффлейнер, фронтлейнер. Медузе нужно очень много фарма, чтобы она там в один момент выкатилась, там в какой-нибудь Монтаскаде. Вот тогда уже она может, а до этого момента ей лучше стоять сзади. Поэтому пока у ВНТ одна проблема налицо. Ему сложновато начать драку, и одна Марси здесь мало что сделает. Марси нужен кто-то на помощь. Сейчас посмотрим, кто ей поможет. И вообще уже определяться окончательно они с ролями. Тут для меня некоторая загадка. Ну, больше похоже на даблон, знаешь, похоже, что это ВРК-четверка, Визаж-тройка. Пока что. Не вижу ни одной причины Визажа делать кем-то... Вообще Визаж здесь не очень нравится, если честно. Не вижу ни единственной причины пикать Визажа, но тем не менее он есть. Ну, против драфта противник он здесь просто не очень, по-моему, против коров. Он, конечно, там с Skyrast Mag'ом может, например, завалить пичками, да, там, о броне и все дела, но... Ну, ДК. Ну, ДК. Не, Бристлбек вообще полная контроля. Но он был забран. ДК тоже крепкий, если что. ДК тоже крепкий против Визажа. Он еще в лейте сплэшем просто бьет по всему этому. Ну, такое, короче. Мы видим, что КБУ банит все возможных героев, которые могли бы начать драку. Это минус Бистмастер, минус Бэтрайдер. Сейчас еще по-хорошему кого-то нужно убрать. Да, это еще один фронтленер, к слову. Который был бы хорош против всего того, что есть у КБУ. Коэффициенты от наших друзей винлайн. О, они последовали нашему совету. 1.85, 1.85. Иными словами, 50 на 50. Ну, чтобы предсказать, что будет в этой паре, ну, практически нереально. Напоминаю про баннер по трансляции. Переходите по нему, получайте до 10 тысяч рублей фрибетов. Ну, ладно, они смекнули. Они поняли, что вот так вот оно и работает. Вот так вот. Ну, в этом противостоянии, по сути, все так и есть. Таких качелей, которые были на прошлой карте, я даже в Южной Америке не наблюдал, когда мы комментировали в последний раз этот регион. Даже там такого не было. Там, знаешь, обычно, если камбэк происходит, то все, там одна команда камбэкнула, даже если она проиграла 20к. Там есть какие-то предпосылки, типа там. А тут просто камбэк на камбэк на камбэке. Причем драки, я не знаю, выигрываются. Вот одна команда выиграла драку, она стала сильнее. И по логике она выигрывает следующую драку, потому что она еще и получила Аигис и Рефрешер. И что она делает? Вован, правильно, она идет и заливает следующую драку просто вообще в салат без шансов и с Аигисом и Рефрешером. Да, такие, вот конкретно такие графики я не видел давно, чтобы вот именно они прям плавно шли. То есть сначала плавно вверх, потом как вот такой синусоида такая, потом вниз, только с большей амплитудой, потом вверх с еще больше, но потом опять вниз и в итоге в АНТ выиграли первую карту. Так, ну здесь, кстати, Тимбер, да, он, конечно, Скай не любит, но прям брискла, снэпку и ДК, он здесь. Он уже купит рано или поздно лотус или ульчик, он уже купит себе что-то, что поможет ему бороться против ульта Скай. А бабка, она вроде бы, ну, способна залить урон в Тимбера, да, но если он будет не встанье, например, он просто Тимберчейн нажимает и улежает из-под обстрела. Тимбер хороший здесь, очень хороший пик. И он еще потенциально фронтленер. То есть он много вопросов решает. Теперь лишь вопрос в том, как будет вязать Верка. Если Верочка будет давать хорошие шикл-шоты, то Тимберн прилично дамажен. Ну, смотрим, КБУС, последний пик. На ком будет всех спасать у нас, видимо, Пикачу или МК. Это МК-мид. Это МК-мид. Так, это ДК-офф-лэйн. Да, это МК-мид получается. Не, ну можно, конечно, Бристалл Бэк-мид поставить. Нет, это Бристалл Бэк-мид. Можно Бристалл Бэк-мид поставить. Да, тут Попка на визаже. То есть это тройка визаж, четверка ВР. И Erased the Pain на Тимбере. То есть Медовый Тимбер против Макаки. Ну, конечно, наверное, Милишнику неприятно против МК стоять. Но с другой стороны, мне кажется, на центральной линии он как-нибудь там постоит. Вован, соберись. Медовый Тимбер против Бристалл Бэка. А, против Бристалл Бэка все-таки. Да, да, соберись, соберись. Ну, в общем, такое. Вот МК, что-то. Мне кажется, против Бристалл Бэка он даже еще лучше стоит. Нет, это понятно. Я про Ласпик МПА хотел сказать, что ему как-то некомфортно против двух строков как минимум стоять. Они же видели лайнап. Лайнап такой, что там, как я предполагал, ну, визаж ВР. Они, как бы, с одной стороны, ну, не такой прям разрушающий мощь, да, чтобы, например, там просто развалить на третьем, четвертом левле. Но они что-то стоят, натычковывают, тебя натычковывают, ты к ним подбегаешь, они там кастуют Виндран, убегают. Короче, вот против этого МК крайне неприятно стоять. Если там они все, если они будут хит-н-дранить красиво и купят быстрые сапоги, там я вообще не представляю, что МК будет творить на линии. Ну, что, на уделение, мне драм с Медузой даже нравится, потому что вначале там были некоторые слабости, но вот этот пиктимер, он прям очень многие слабости закрыл. Да, хотя нужен был, казалось бы, герой, который начнет, но... Ну, если ВР-ка свяжет, будем считать, что они начнут. Или если он купит ул там какой-нибудь, да. Ну, короче, главное, что есть танк. Есть танк на первые 20 минуты игры, и потом, когда он уже вытанкует, там уже Медуза подключится. Мы будем за Марси смотреть, да? Все игры, которые я видел. Марси — это саппорт. Вот Фабиум, Марси, саппорт — это очень сильный герой. Я уже даже начинаю банить этого героя, потому что я не очень хочу на этом герое сам играть. Он там что-то бегает, прыгает, кнопки от нажимания, старый. Но против нее тоже играть не очень. Потому что он что-то бегает, прыгает, и тебя подушку уже закидывает. Да-да. Да у нее вообще суперсильный. У нее с шартом уже получается как? Она может, во-первых, взять либо врага, либо тиммейта выкинуть назад, да, там, из-под фокуса. Того же Тимбера, например, берет, просто выкидывает из-под фокуса. Она может прыгнуть ребаундом, оттолкнуться сама. Или шардом она может прыгнуть в какого-то героя и оттолкнуть его в союзника. То есть это как бы... Это какая-то сверх жесть с точки зрения того, что она может сначала, допустим, респоузом, диспоузом выкинуть одного героя, а потом еще ребаундом его еще дальше оттолкнуть. То есть вообще какая-то супер... Супер подсейв получается, типа свапа что-то, венги. Ну она прикольная, да. Она единственная вот мягенькая. Бежать, 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 бежать. Фейрик есть, фейрик есть. Оп. Сиков, правда, нет. Но там ФБ на Медузе оформили. Еще один, еще один. И еще один килл. 2-0, КБО. Ну, напомню, что в прошлый раз было что-то из серии, там, 5-0 или... 6-0, или того даже больше. Ну да, да, в этом противостоянии, я думаю, за один замес можно отыграть вообще все, как они, в общем-то, из-за... Помнишь, я говорил эту технику? Как это я говорил? Это пик сноубола. Там, две драки, минус 7 тысяч в одну сторону. Одна драка, минус 5 тысяч в другую. Вот и весь сноубол. Слушай, а тут вообще, тут интересная темка. Тут все-таки Марси идет к визажу. То есть она пойдет дочковаться. Ну, вот тут не знаю. Я вот просто на четверке мало видел Марси. Я обычно их на пятерке вижу. Они приходят вот, ну, условно говоря, к Медузе, да? И они выкидывают просто героя в подвышку. А вот как вот стоять в сложной, тут уже черт его знает. Потому что здесь ты, ну, ты как бы герой выкинешь, да? А что дальше? Да и не то, чтобы она будет сильно рада к МК подходить, которая пассивочку в один момент заряет. Короче, мало веры в такой лайнап. Ну ладно, может, они там что-то знают. Ну да, может быть, сейчас какие-то фишки. Может быть, баф на визажа очень сильно работать будет. Ты видишь, что он с шестого игрока обычно начинает. С шестого левела обычно начинает разваливать. С шестого левела он такой. Ну, просто стоит. Мистер один брони. Просто я стою. Бристол против Тимбера. Ну, Бристол вряд ли что-то Тимберу сделает. Он как бы физикой бьет, а Тимбер пассивка стакает, саб крипов и броня, и реген дается. Ну да. Это... Господа, два топора. Оба взяли по топорику, добиваем. Войс, пинг... Не смог Хэппи Тидер определиться, Войс или пинг. Лучше-то надо сказать. Главное, что показания все давал один человек. Не знаю, да вам. Пусть даже они противоречат друг другу. Все лучше, чем у разных людей. Ну да, да, да. Какая-то... Виси, а другой пишет Лакс. И все сразу понятно становится. Так, тем временем избиваю Дарк Лорда на Медузе. Ну, и он в ответочку. Тоже пока ДК отступал, в минус все ХП. Ну, знаешь, с другой стороны... А снизу, снизу, снизу. Оп. Манки Кинг забирает. Ну, это вот... В общем, по итогу это превратилась вся эта история в слабую линию. Потому что они устали. Потому что МК бабка сильная линия. Если вот есть какой-то милишник, они сначала выгоняют милишника. Значит, пассивки, да. А потом, когда милишника выгнали, остается Визаж один против двоих. Просто бабка накидывает печенька и МК в Визаж, и все. И Визаж, он там в 1х2. Он не справляется. Вот сейчас они МК выкинули. И вроде бы даже дамажут, слушай. Но... Ну да, он 10 стиков имеет. По двоих чеку уходит. Визаж потратил 2 заряда. Сол Асэпшен. И у него теперь довольно-таки мало мана. МК прыгает на ёлку. Он готов, смотри. МК доджит очень классно. Так, тут на хеппедерару нападение. МК. Так. Они как-то... Разделились, да. И не поняли, кого они хотят бить больше. Так, 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 так. Реалом еще одна тычка. Но Фэрифайр спасает печенье. И забирают. Все-таки хорошо. Ну, могли бы получше, наверное. Попал. Попал. Правда, МК остается без хп вообще. Вот эта тема с Лаской еще прикольная в нынешнее время, да? Не дать Ласку мало хп восстанавливает. Слишком. Ты об этом же? А? Ты об этом же? Не, про то, что она... Ну, длительность увеличивается вдвое. Ну да, да. И я про это же. Ну, она в итоге, как бы... Ты в любом случае, МК прыгаешь на ёлку, лечишь с Лаской, возвращаешься на пол хп. Это то, что он сейчас и сделал. И... Им бы... Им бы, на самом деле, поскромнее себя на этой линии вести. Все-таки у противника очень сильный лайнап. Вот на шестом левеле, если Марси кого-то выкинет, я верю в то, что Видаж там конкретно навалит за счет птичек. Да, он там прям... Он реально будет разрывать. Вот до шестого левела, вот Марси, она... Не имеет какой-то поддержки такой крутой, чтобы она могла себя алицовывать как герой. Поэтому здесь нужно... Если они хотят будет фармить наравнее, то уже хоть что-то для Видажа. Это лучшее удовольствие. А еще агрессируют сами. Прям... Не слушают они твой совет и идут... Ну и 4-0, 4-0. У МК 1-0-2 уже. Они опять это... Ну, в прошлой игре было 5-0. Ненормально, да. Ненормально, да. Все равно это один замес все отыгрывается. Правильно, да. А тут вроде как по золоту вровень, а в стрики какие-то там фраги набиваются. Пикачу. Обгоняет он Тимбера. Побыстрее бегает. Тимбер здесь. Не за что было зацепиться, не было елок, за которые можно было... А там МК. Слушай, МК прям качественно зонят от фарма Марси. И визаж не дают ему... Прыгает постоянно на него. Да, у него есть арба, но вот просто постоянно прыгает джесс на Марсе, на МК. Оп! Так. Бабка, бабка нужна на помощь. Бабка нужна. Так, задоджил первую тычку, но минус все стики, минус полстолба. И второй раз. Оп! И еще раз. Четыре... Жесть, как же неприятно-то, а. Бабка... Бабку просто выкидывают на МК. Пошел вперед. МК, кстати, очень хороший прыжок. И забирают. Отлично. Ну тут джесс, честно сказать, какой-то, по-моему, не разобрался с управлением. Бабку-то надо было кидать на визажа, а не от. Если же хотели ее бить. Ну ничего, брая. Так, а сверху, тем временем, минус Sky Mag, пытается ММР-турист раздамажить ВР, но ВР съедает Fairy Fire и добьет, добьет дыханием. Но в целом здесь ставят больше фармят. Слушай, ну несмотря на вот эти вот киллы, МК вроде киллы забирает, но он вообще не фармит. У него по кипам прям... Ну грустновато. Да, 17 крипов. А посмотри на Бристалбека и Тимбера. Я смотрю на Амзерс. У него как у Медузы. Но они с Медузой идут наравне. Поэтому нормально. Тут бы я просто выделил то, что у Визажа очень мало. То есть Драгонайт обгоняет Визажа на 500 голдей. А в Газ Медузы разы в сотку. Бабку. Бабку просто распополамило. И еще МК тут решает поменяться. Бабку зарядить, ударить! И ударить! Хорошо, и этого тоже. Выгоняем. Арба работает. Первую Визаж кастует. Старается уйти. МК бежит за ним. Прыгивает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жестко. Ты видел, да? Вот это красиво, красиво. Ну подышку... Серьезно? Да, пошел прям душить ультимейтом Манки Кинг. И задушил. Он серьезен. Короче, Вован, я не знаю. Он топ-20 что-то. Все нормально. 4-0-2 поставили. Вот с чем Медузы. Ой, там Тимбер убили. Прям вот это вот интересно. Тимбер убили, да. Приходил SkyMak. Каким-то образом они тут Тимбер развалили, пока мы смотрели. 10-2 счет. Ничего меня не удивляет и не смущает. Как и в прошлой игре. Все точно так же, как в прошлой игре. Ну вообще, я вижу потенциал вот в этой линии, потому что... Как бы МК вроде бы убивал на этой линии, но несмотря на большое количество убийств, у него Недворс не такой уж и большой. И он не может именно вот фармить крипов. Им с бабкой приходится убивать. Сыграй Визаж вместе с Марси как-то поаккуратнее. Они не ровен часа сами начали разваливать и засноуболили эту линию. Просто когда мы говорим о вот этом потенциале, нам нужно еще помнить, что Визаж, он тоже любит потенциал. Потенциал. Потенциал и потенциал, короче. Он все это любит. И ему бы тоже там деньги, вещички. Он стоит как саппорт уже на этой линии. У него 2000 золота. Ну теперь-то, конечно, после того, как они отдали кучу киллов. Да, то есть он может быть и скажет, о, мужики там у МК меньше фарма, чем Медуза. Хотя у него больше на сотку. Он может что-то им рассказать. Но, мужик, ты стоишь седьмой минутой, у тебя Рингов Базила и Мэджик Ван. Все, у тебя ничего нет. Поэтому нужно решить вопрос с Визажем. Это следствие того, что они как раз драки проигрывали. А могли просто постоять, пофармить и начать драться чуть попозже. И не выкидывать никого. Ну или откидывать так, чтобы вас не били. Так что там кап, ты уже кидай. Просто до свидания. МК сейчас, конечно, пойдет. Как-то там попытается догнать. Нет, не попытается даже. Нормально Марси переживает. Вот, например, Марси нападала на Арка раз за разом. И он просто вынужден был убегать. И они сами инициировали продолжение. Так пусть бы убегал. А Визаж бы фармил. И, кстати говоря, сейчас опять МК вот занят беготней какой-то. И начинает немножко проседать. Так, так, так. Ну вот теперь сейчас опять Визаж под угрозу. О, Тимбер прилетел. Ё-моё. Вот этого они явно не ожидают. Да, и всё. И МК быстро отсюда сделал ноги, понимая, что ничего хорошего от этого ждать не приходится. А Тимбер, кстати, в миде уже подбил вышку. Очень серьёзно. И теперь, видимо, готовится забирать вышку снизу. Учитывая, что фамиляры появились. Да, да. Очень похоже на том. Очень быстро заберут. И можно будет обратно перетянуться. Всё, МК уходит отсюда. Нормально. Визаж, вышечку забрал. Камбэкает, камбэкает потихоньку. Теперь нужно... Нужно вместе играть. Нужно Марси и Визажу бегать вместе. Кого-нибудь найти, там, выкинуть, развалить. На что мы говорили Визажа хороших камбан. Бабка, бабка бежит. О, Визаж вообще просто ничего не понял. Правда? Нет, нет, всё-таки забираю от него. Да, очень... Очень легко его здесь забрал МК. В миде при этом упала вышка. Ульт Скайрос Мейджа. Марси выкидывает Бристла. Но Бристл живёт, живёт, живёт. И 18-ти куб в него остаётся. Забрали вышку в миде. Забрали Визажа. Забрали Марси. Гораздо лучше КБУ ЕС. Проводит начальную стадию. 12-3. Прям... Как-то слишком бесхитростно, что ли, у АНТ действует. Прямо вообще. А как бы ты действовал, Иван? Если бы ты был хитрым. Если бы я был хитрым... Да. О, я бы такие штуки бы выдворял. Страшные. Ну, как минимум... Как минимум, смотри, вот, как определить более хитрого игрока. Он, во-первых, скорее всего, будет вести 12-3, а не проигрывает 3-12. А во-вторых, он, скорее всего, победит. Но в этой игре, честно сказать, фиг знает, кто победит. Я всё ещё не готов говорить, потому что более хитрый. В этой игре победит тот, кто выиграет последнюю драку. Вот так вот. И у соперника не будет при этом байбеков. Так, вот, вот. МК, пошёл. Душить. Так, ну не всё так просто. Оказал... О, а тут Марси-то с ультом. Пам! Пичек нет, пичек нет. Проблема, что они нападают без птиц. Что они хотят вообще? Ну, так что-то подпросадило, подпросадило Марси. А тут ещё и подходит ВР-ка. И всё, МК. Ой, зашеклило. И... И по... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Это полная контра. Да, это жёстко. И в итоге забирают. Там Марси пыталась бабка застрелить, но не попала. А есть ли ТП? Есть ТП. Что круто сыграл 37-й здесь. Прям шекл. Пауэршот. И сразу мы посмотрим на коэффициенты. Обновлённый. 1.39 на КБУ, казалось бы, да, и 2.60 на ВНТ, а баннер совершенно точно до 10 тысяч рублей фрибетов вам готов предоставить от наших друзей в онлайн. Если вы перейдёте по нему, зарегистрируетесь. Ну, вот тут прямо... Тебе не кажется, что вот пошло вот-вот-вот в обратную сторону качели начинаются. Да, это вот то самое, когда ВНТ выходит в мидгейм, и они как-то получше, чем КБУ двигаются. О-бо, бабка. Чё-то произошло не совсем вразумительно, если честно. Марси в итоге уходит. Макаку связала, но он стоит в броне. Марси летит просто курьер какой-то в арену Манки Кинга. Тем временем нападение на ВР. ВР пытается убежать. Есть 16 тиков. У Джесфа проблем... Ну, шикарно играет здесь Визаж и подставляется под Джесфа. В итоге только ВР забрали. Ну, в целом, разменялись. Визаж птиц потерял. Помнишь, да, как я нахваливал Визжа в начале на драфте? Вскобочка, какой он бесполезный у некоторых героев. И вот по игре видно, что против МК он тоже довольно-таки слаб, потому что арена... И всё, эти птицы разваливаются. Причём, там, что же даже размекрить? Просто в арене стоят эти макаки, они лупят всё подряд. Птичка просто летит, а её убивают. ВР после смерти могла подставиться ещё раз, но успела убежать. Ну, она не кор, так что пофиг на неё. Ну, там что-то бегает. Ну, атака вообще отлично. Она разревелила этот выход и спокойно отступает. Медуза при этом сразу стягивается вниз. Визаж хут с Инжинка... А, нет, это хут у Тимбера с Инжинка. Визаж райспак делает стандартная тема. Тимбер с Брестлом зарубились. Ну, пока они не могут друг друга пробить. Тяжеловато. И тому, и другому. Нужна фиксация Тимберу. Так, Хэппи Дюрара. Манки Кинг. Пошёл здесь. Ой, как всё. Не смогли определиться, кто куда бежит. Ну, а Дарк Лорд просто фармит. Короче, просто все фармят. Самое-то главное, что? В АНТ выходит в свой лейт. И у них там хорошие шансы. Ну, Медуза явно никакой не торопится. Ей бы, наоборот, поменьше замесов сейчас. Да, но её душит, видишь как. На треугольник не заходит. Сейчас там ещё и ДК. Да, а Бристл Беку где-нибудь такой ман Риган бы себе нарисовать. Просто, чтобы он не искал обломана. Потому что он очень скоро купит Аганимы. Там нужно будет ману очень много. Ну, с бутылкой он уходит. Маловато. Ну, что-то ещё. На реакцию. ММР-турист. Он самый. Ну, Драгонайт, ему нужно с бабкой и Скай Рост Магом бегать. Он даже без формы. Вот если он дает кому-то стан, падает. Ну, почти любой герой, если. И бабуля, и Скай Рост Маг заливает под Энчин Силом. Так, Бристл Бек тут под Аркан Руны пытается как-то продавить Медузу. Бегут наверх за Тимбером. Ну-ка, ну успеет или нет? Не успел. И станчик варк не хватает. Ой, да. Станчик уже был потрачен. Ну да, то есть, я не счастлив, что без Танна это такое, он просто влево-вправо уходит. И минус Мистик Флэр, поэтому минус улит никуда. Минус даже два ульта, так что. Макака. Опять попытка что-то сделать с Марси. Ой, ну опять она спасается. Макака пытается идти до конца. Но, ой, как бы он здесь не ошибся. А сейчас же Марси-то может... Дробовик! Дробовика бабка забирает Марси. Пф, его МК куда-то еще и вперед толкают. Жесть. Марси здесь, к слову, могла спокойно уйти. Но она сама решила вернуться. Видимо, убить Манки Кинга слишком приятная цель. Такая слишком приятная опция. Ну и тем временем визаж потихоньку одевается. Свой распактик фармит. На миде там Бристалбек пошел душить. Его привязала. Ну, его ведь не смогут забрать. Да, фиксации маловато. Без фиксации пока никак. Шекл первоуровня. Кстати говоря, интересно, да. Решил пауэршот замаксить. Ну, кстати, 450 урона. Ну, Шекл будет нужен прям. Да. Видно, что одна Марси не справляется. Марси там вроде кого-то кидает, а бегает. Но он маленький, да, как раз. Да, помощь. Так, ВР-ка. О, да позабирает. Вот так вот это работает. Да, подстану, раскастик. Ну, это ВР-ка. Ну, да, на самом деле, что Виза, что Марси, эти герои тоже упадут довольно быстро. Да и миду, на самом деле. Да нет, потому что они упадут, но неплохо было бы, чтобы они упали, а не ВР-ка, чтобы падала раз за разом. Потому что на ВР-ку всем пусть минус плевать. Вот, 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 а чтобы они упали, нужно активнее, активнее себя лизовывать. Так, Тимбер. Они сейчас работают по Тимберу, а Ancient Seel в Марсе. Кстати, интересное решение, почему в Марсе, если бы они выдали Ancient Seel, Тимбер, они бы его просто убили. Ну, они, видимо, его просто убьют и так. Да, вот, Вован, пожалуйста, ты заказывал. Да, это уже хорошо. Я думаю, Ancient Seel в Марсе, чтобы она его не выкинула. Скорее всего, да, да, да. Они, видимо, так и думали. Ну, в общем, вот, это для них вот ближайшая развлекаловка на минут на 10. Пока там не будет вообще какого-либо сейва, там, какой-нибудь Lotus, например, чтобы Silent снять. Просто бегаем, раздаем станы и заливаем. Стратка рабочая. Сейчас они только немного подкачаются, да, там закупятся. Ну, да, да, подкачаться. Подкачаться, дело святое. Конечно, конечно. А у Ant вообще, они как бы на базе сидят? Это база. Да, у Antis Medusa. Они типа идут в лейт, их слово, там уже так нормально у Medusa. Манда есть, один чарик она всех закупила, а там в виде вычеркнулась у душа, у душа Тимбера. Так, все взять. Он слишком плотный, слишком плотный. Да, плотноват. Так, ему минорно помогли. Ну, к слову, то, что он с трудом держит удар, это тоже не очень хорошо для ВНТ. Все-таки он должен быть супер жирным и мощным. Ну, это еще нужно учесть, что не было РСК Смага рядом. Все-таки там основной берст исходит от него. Поэтому то, что он выжил эту... Ну, это пока то, что он там на пол хп сказал, что это слабенький показатель. Нужно увеличивать свои защитные способности. А КВУ я бы предложил продолжать. Вот они один раз подрались. Ой, да, Рошан упал. Да, да, да. То есть просто продолжать. ТК прыгает в любого героя. Вот даже без формы. Без формы несели ему нужна. Прыгает в любого героя, станк. Вот, ну, в рядочке снова ее нашли. Ну, а как убежать от колючек Бристлбека и от того ГУ? ГУ замедляет, колючки очень неплохо раздают. Только решают что-то влупиться в Тер-2 под Букдер Протекшн. В итоге отступают. ДК. Находит МК. Не успевает посадить птичку. Марси пытается уйти. Визаж... Визаж? Ничего себе, Визаж просто улетел от них. И, кажется, бабка. Не успела. И вверх... А Марси, смотри, в какой позиции. Марси чудом каким-то. Не пролетел над ней Мортимер Кисис, не увидели. Ух, Шекл полетел в Бристлбека. Сейчас прилетит ему здесь на базе. Смотрите. Оба, прилетел. Но пролетел мимо при этом. Ну, в общем, выкручивается. Выкручивается кое-как. Ну, пока в этой игре довольно-таки много логики. Мы видим, как КБУ давят, и у них все получается. А вот как раз-таки из-за проигранного начала в анти очень тяжело. И у них ничего не получается. И смысл в этом визаже реально не особо понятно. В чем вообще была задумка. Глобальная. Готово ДК. Хорошая задумка у него. Прямо 2.06. С фаром все круто. Да? Ну, это же ДК. О, Марси пошла душить. Выкидывает. Разряжает. Раз, два. Тем временем в миде проблемы у Тимбера. Мистик Флэр пошел. Ну, его тут просто руками забирают. А там с трудом пытаются бабку хоть как-то развалить. Бабку... Но размен не равный. Тем более здесь еще и погибает ВР-ка. Очень легко и быстро. Да. И сразу-сразу идут на Тер-3. А дефицита-то, по сути дела, нечем на такой стадии. Ну, вот видишь, Тимбер не удерживает. Да, Тимбер не удерживает. Ему сейчас не хватает. Ему сейчас не хватает айтенов. Понял, он 3-1. Пару раз фиданул и по итогу... И левел маленький. Ну, и собрался он в такого, знаешь, такого полутанка-полудамагера, но все равно, если в него вот залетает 5 героев, там, чтобы он не собрал, он с большой вероятностью падает. И как-то вот сами пройтись сложно, да? У них Визаж, который только кормит личками своих оппонентов. Они там регулярно падали, и это лишние деньги были для МК. Да и Тимбер не то, чтобы начать можно драку. Пока он просто фронтайнер. Который умирает, но если рядом нет Медузы, который стреляет, то толку от того, что он умирает почти никакого. А у... А у КБО слишком просто... Слишком простой алгоритм действия. У них просто прыгнул ДК, он дал стан. Он, во-первых, и не умрет, потому что противника нет такого мощного берста, как и Skyrim Smug. А во-вторых, они стабильно кого-то забирают из-за того, что как раз Skyrim Smug есть у них. Так, тем временем Тимбер. Ну вот. Хватает. Да, да вот тут вообще... Его с огромнейшим запасом забрали. А что он тут делал, с другой стороны? Потому что совсем он офигел. Осмелел. Так, но Меду уже нет. Надо идти по второй стороне. Мне, вы знаете, не нравится еще и Верка в этом драфте. Она как-то... Ну, такой суппорт. Вот, типа Сеп старался, ну, край там, к 20-й минуте зафармить Шард. О, кстати, вот он. Шардом хоть что-то она делает. Без Шарда просто она вообще ничего не делает. Так, Медуза приходит. Медуза, кстати, до Скади дожила. Может быть, что-то у нее получится? Сайланс. Барабанчики пошли. От визажа. Ну, может быть, за счет Медузы, толстая, со Скади. Хотя вот она же тоже лопнет, по идее. За стан, там, Ancient Seal. И раскаст. Нужно как-то очень круто подраться. И... Смог? Нет, сейчас отпушат сначала. И теперь смог. Угу. Хотят попробовать, да. Все, внимание, Марси. На Марси наверху. И можно бороться первыми. Так, видит бабку. Бабка это не очень хорошая цель. Ну, лучше такая, чем никакая, видимо, решают. Ой-ой-ой, а там еще и Скаймага цепляют. И Скаймаг-то... Что-то погибает как-то Скаймаг быстро. А Тимбер пошел дальше. А здесь что-то Бристлбэк. И у него через 3 секунды Аегис кончается. Внезапно. Кончается Аегис. Ему сбивают регенерацию. Он все-таки на развороте пошел. Застанели. Байбекается 2 суппорта. Пошло. Вот оно. Но у Бристлбэка развалить очень тяжело. Хотя Тимбер пытается, но нет. Слишком... Развалил! Да ну нафиг! Там столько елок было вокруг, что он просто его спилил. Пошел, пошел ветерок от Верки. Верочку забирают. Ну, размен, конечно, очень достойный. Правда, тут птицы визажа погибают. Но все равно размен реально хорош. Учитывая, что они забрали Бристлбэка в размен на Тимбера Бристлбэк дороже. Плюс ко всему, они убили двух суппортов. Потеряли одного. И еще эти два суппорта байбекнулись. Так-то много. Так-то прям очень хорошо. Жесть, там Тимбер последний раз пильнул как-то. Видимо, очень много деревьев было. И очень много урона нанес по Бристлу. Еще снизил ему макс хп. За счет Верлинг Десс. Восемь тысяч. Ну, пока что все равно так. Шансы... Вот даже посмотрю на Дота Плюс. Было восемьдесят восемь, стало восемьдесят два. Ну, там восемьдесят было. Бристлбэк. Ой, слушай, Бристлбэк тут, мне кажется... Ой, Марси, какая ошибка. Но выкидывает все-таки она Бристлбэка. И жизнь, как ему больно. Он пытается отхилиться, но... Получается, получается. Бристлбэк возвращается сюда. Здесь пытаются как-то его пропилить. Тут уже Медуза подходит. И тут уже Манки Кинг подходит. Манки Кинг слезает. И Медуза с Тонгейст нажимает. И начинают всех бить. Пытается Манки Кинг выбежать. Помогает ему, мне кажется, в этом Верка только. ММР-турист. Больный ММР-турист, но он тоже живет. Здесь Каймак откидывается. Тем временем Марси. Очень битая Марси. Сейчас должны ее развалить. Шикарная арена от Манки Кинга. Очень больно Пикачу. Пикачу каким-то образом живет. ММР-туриста никто не бьет. ММР-турист отсюда уходит. Поджигает 37-го. Здесь уже и Бристлбэк. Бристлбэк пытается добить Верку. Добивает ее. Тем временем Скайрос Мэйджа должны убивать. Да, это размен 2 в 1. Кстати, размен опять отличный. И при этом все игроки потратили все. Ну, я так скажу. Чудом ушел Бристлбэк. Еще и чудом мог уйти ДК. И уже нет. Ушли от нас коэффициенты. Остался только баннер. Но до 10 тысяч рублей фрибетов. Все еще также есть возможность получить. Так что переходите, пользуйтесь. Слушай, ну камбэкочная прям такая плотная. Ну, это хорошо для них. Им нужно просто в этой игре купить лотус. Покупаем лотус. Снимаем дебаф с Карлесмага. И там, конечно же, дэмэдж будет, но он будет в разы не очень. Все-таки там дебаф очень много дает. Вот. При этом Медуза, я думаю, она уже готова. Вот мы на нее смотрим. Да, все. Она Скаде, Анту и уже даже Дейдалус имеет. Она полноценный кэрри, который уже готов драться. Кстати, чего не скажешь о ТМК, у которого по-прежнему нет блокимбар. Все-таки бакуовщиков на фарминг. Да, он как-то очень много дерется. У него вообще странный билд. БФ Дейдалус. Я только сейчас увидел. Какой-то очень паберский такой. Хочу убивать. Идут. Идут в атаку. Но в шикарной оппозиции у Марси. ДК прыгает. Находят визажа. Пытаются. Пытаются взять визажа. Визажа должны взять. И берут визажа. Визаж выкупается. У номера туриста есть некоторые проблемы. Отличный Гейлфорс. И выдувает двух игроков. Бабку привязывают. Бабку забирают. Здесь Пикачу. Хорошая арена от Реалма. Но все выбегают из этой арены. Марси. Марси погибнет. Да, Марси погибает. Пикачу отступает. Два героя без байбека погибли. Здесь два героя также погибли, но байбекнулись. Арена МК нет. Рошан есть. И, видимо, надо отступать. Да. Да. Надо отступать. Вот ВРка заработала. Купила Гейлфорс. И стало поинтереснее как-то. Все-таки такой спелл очень неприятный. Вообще, единственный нормальный спелл, который можно кастануть надежно. И что-то им сделать. Да и Шеклы вроде как залетают под него лучше. Ну что, надо Рошана забирать? Байбек на Визаже. Байбек на Марсе были потрачены. А, пошел Сайдкик на Медузу. И она под бафом. Вампиризм и урон этого существа увеличены. Жестко. О, Бристалбека закинули! О, Бристалбек что-то отъехал. Пошла коронная заливка. Гейлфорс МК нажимает БКБ. Начинает по Дарклорду раздавать. У него, кстати говоря, нет маны. Но! Скайр Смейдж уже погиб. По Реалм. Реалм будет кого-то убивать или нет? Или будет просто бить одного другого третьего? Да, походу он будет бить одного другого третьего и погибать. Жду комментариев в ластах. Ну, Медуза наконец-то в игре. Она начинает просто фронтайнить. Если до этого момента мы видели, что Тимбер не справлялся. Ну, просто не справлялся до Тимбер. То есть у него 2700 хп и как бы вот это все его хп. То вкатывается Медуза. У нее с одной стороны 2100 хп, а с другой стороны у нее еще мана щит. Вот у нее 2000 маны, да? И каждый мана щит там урон на единицу поглощает троечку. То есть там суммарно получается вражей больше, чем у Тимбера. И только такая ситуация, что Медуза она реально уже вкатывается. И вот начинается тот самый флотлый момент, когда Тимбер выдыхает. Он даже уже убивает начинает. Напомню, стартовал он с 1-3. Сейчас он уже... С 0-3, прошу прощения. Сейчас у него уже 6-5. Он уж догнал Бристлбека. Да, и вот теперь, если честно, для меня вопрос, что с Медузой сделать. Так, у ДК сейчас снизу проблемы могут быть. Он уходит. Рановато спалился Тимбер. Начали искать ДК, но все, уже не могут найти. Хотя Гейлфорс. Ну, поискала, не нашла. В общем, вот вопрос теперь, чем справляться с Медузой? Потому что МК с БФом это явно не тот герой, который способен ей что-либо предъявить. В общем, потому что БФ это, в принципе, штука, которая там... Помогаете фармить, да? На все углу-таргет там всего 6-то урона. Какая-то сборка у него в целом. Так, в Марсе отдали шард с Рошана. Все, сейчас попрыгаем, смотри. Оп. Скарасмага нашли. Скарасмага напрягли. Кстати, Марси, 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 Жил, он. Младай живет. И вот он, вот он с шардом как раз-таки. Ребаунд, который дает возможность пнуть тиммейта. Да, да, да. Ну, и у них уже вот появилась та шмоточка Лотус, которая очень сильна. И, по сути, это, ну, частично выбивает Скарасмага из игры. Ты, как бы, вместе флэером, даже если будешь бить, да, все равно меньше урона заходит, когда снимается пудок. И вот он заходит, молодая. Да, и огнемет работает у Тимбера великолепно. Ой, какой хороший Лотус. Очень хороший. Правда, Марси там запрыгивает. Размена, размена. Очень быстро погибает. Сдаедал с Манки Кинга. Пошел байбек от Драгон Найта. Пытаются как-то запилить. Под ДД Бристалл, но его останавливают. МК идет дальше. Но очень хорошие птички от Визажа. Правда, все равно его цепляют. И Визаж должен будет здесь, скорее всего, остаться. Смотрим. Арена от МК поставлена. Да, Визажа забирают. Ну, такой. Неплохо огрызнулись. Очень быстро Марси погибла. Ей там просто какой-то нереальный урон. Да, и МК с палки выдал суд. Нет, слушай. Кто-то ей еще что-то выдал. Она слишком уж быстро умерла. Потому что она не фулл ХП была. Тут нужно учитывать, да, что Драгон Найт байбекнулся. А для него это критично, потому что у него Блоким Бар будет намного позже. Он БКБшку собирает. У Драгон Найта обычно два этапа в игре есть. Первым покупает блинку, он способен инсерировать. Но обычно все этапы проходят безболезненно. А вот второй этап собери БКБ. Если он собирает Блоким Бар, то... Ой-ой-ой-ой-ой, мать. Не, мать не убежит. Не убежит. Да, мать убежала. Да, да. Живи мать. Изя убежала. Да, так вот о чем? О том, что... В общем... В общем... ДК с БКБ. Без БКБ, да, Драгон Найту будет больно. Очень больно. Поэтому ему все-таки БКБшку надо где-то срочно набрать. Какие-то линии было бы здорово оставить, чтобы он просто не страдал от Тиммера. Потому что по сути-то его убивает, ну, помимо Медузы, кто его там удушает. Это Тиммер, да, с своей ультой. Ну и, в принципе, Визаж наплевывает. Слоу Ассамшин тоже порядочно. Там 4 секунды кд. Ну и урон улетает. Ну и ВНТ у нас. Смотря на то, что стороны у них нет, они готовы драться. С бабулей уже нашли. Я старину уже бегать. Бегаем, бегаем, бегаем. И ВРочка, смотри, 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 смотри. Увидела, увидела, заметила, шекл. А уже потрачен шекл. Но все равно заберут. Ой, куда-то пнули ВРку здесь. Слушай, как же неприятно. Вот Скаймак никак не смог выйти из этого Гейлфорса. Все там на месте ножками перебирал. Минус 2. Минус 2, да. И пауза опять. В микро-подлаге. Они еще хорошие штуки собирают, форсики. И против арены МК хорошо. И от Бристалбека убегают. И от ультампу. Кстати, почти против всего форсов отлично работает. Два форса у них уже имеются. Слушай, огонь графики опять у нас прям уже идут к 50%. Учитывая, что мид потеряли в АНТ. А по XP вообще ввели где-то 1000 XP у нас сначала КБУ. Потом проигрывали 3 и сейчас проигрывают незначительное количество. Да, и они сейчас еще ауры собирают. То есть у них очень-очень много аур намечается. Это Визаж уже имеет барабан. Он уже имеет... Также он купил в Респект. И потенциально он собирает в Гераос. У Драгонайта ничего подобного не предвидится. Да, потому что Драгонайту приходится там быть инициатором. Покупать всякие блинки, блокимбары. Если входит с замесом КАР, у которого по сути бафов в команде сейчас вообще нет. Ну, единственное, Лотус на него кидают. Но конкретно в битве против Медузы ему это не сильно помогает. А с другой стороны у нас Визаж бафает. Причем так крепенько. Один в Респект чего стоит вообще. Да, вот эта шмотка. Ну, я посмеялся с ее изменением, если честно. Ее как собирали ферст айтемом в сильных командах, так и и будет собирать. Как здесь ее собрали. Она тышку много дает. Ну и там еще Марс там что-то бегает, накидывает. Короче. Вообще, вампиризм сейчас 50% не кажется этим прибором. Это просто что кулдаун 12 секунд. О, блядь, у меня что-то фпс умирают. То есть ты вдумайся, Медуза, она половину времени бьет под вампиризмом 50%. Половина. Ну, я говорю этот баф, а дальше будет только жестче, когда потенциально она доберется. Это же как у Легионки вот этот был, пресс за атак. Да, да, да. Очень похожая тема. Дальше она возьмет себе талант на 20% и там будет... То есть... Половина времени Медуза будет все время находиться под вампиризмом 70%. А потом левой и не воспримечиваясь к магии полторы секунды еще. Представляете, что это такое вообще? Ну да, это же вообще жесть какая-то. Я не помню саппортов, чтобы вот они вот так вот круто кого-то могли... Я понимаю, что Легионочка была в свое время, но она так дико не бафала. Вот прям настолько дико. Там же еще помимо вампиризма дополнительный урон получается. Ну, ну, рано или поздно порежут. Или там переработают. Что-нибудь такого рода. Так, у меня вопрос к нашим техническим специалистам. А я могу в игру перезайти? Или лучше не надо? Потому что мне как бы не критично, но если можно было бы, я бы это сделал. Потому что... Камера удушает? У меня... Не, не камера. У меня типа FPS начал. У меня типа... А, это у всех. Мне сообщают, что это у всех. Понял. Вот, кстати, странная фигня. Раньше такого не было, но столкнулся тоже недавно. Как раз... На самом деле, даже до выхода патча. До выхода патча у меня это была проблема. То есть, даже не могу винить в этом патч. Не была, а появилась. Типа раз, и FPS внезапно... Ну, ладно. Тогда, в принципе... Эту игру можно и так посмотреть. Так, ну, ДК. Почти дофармил БКБ. Это хорошая новость для его команды. УМК. Рано или поздно появится СКАД. Это в том числе тоже хорошо. Конечно, статов оно дает немного. Но хотя бы он замедлять кого-то будет. Это уже приятно. По-прежнему игра этого играет одну драку. Вот, кстати, ты там мысль мудра высказал, да? Что тот, кто выиграет последний замес, выиграет игру. Очень-очень мудрая замес. Мудрее только тот, у кого упадет трон, прыгает. МК поймали! О-о-о-о! Секу. Он без байбека. Это была та самая пауза. Бегите губцы. Так, а что с байбеком у него? 340 золота ему не хватает до байбека. Блин. Неприятно. И еще настигают. И настигают. И Гейлфорс, и ДК настигли. И ММР-туриста тоже. А он-то тоже байбекался и знают об этом. Беда, беда. Но ничего не поделать. И еще и Скаймагу убили. У него есть байбек. И еще и бабку сейчас убьет. Вау, это та самая драка. У нас пауза была перед финалочкой такая, да? Про которую ты говорил. Вообще, получается, любая игра, слушай. Любая игра, команда, ну да. Выигрывает драку, выигрывает игру. Ну, есть игры, где трон падает. Ты вроде драку проиграл, но трон все равно упал, потому что там его закрысил кто-то. Ну да, да. Ну вот очень редко. Вот сейчас было видно, что, ну... Ну, сейчас Марс, по сути, замес выиграла. Да. Она начала драку. Она синицировала, перебросила. Дала Медузе бап. И ты видела, да, что Медуза ставит по папке? Да. Так это же инста, просто инстаконтроли. Ну, короче, ментальный ГГ. Да. Ну, короче, нужно, короче, в папочке найти свою Марси. Самому играть не очень хочется на ней. А самому брать Медузу. И все, есть ПТ-залба. Ну да. Ты как, на Марси играешь? Только если ты имеешь в виду Марса с копьем и щитом. Я понял. Ну вот поэтому мы с тобой не будем играть вместе. Вот так получилось. Ты будешь искать свою Марси. Я буду искать свою Марси. Нет, Марси мне не нужен. Марси нужен. А вот Марси найс. Да, хороший контроль. Инста-дизейбл. Вот такая вот игра. Хороший баф, да. Шикарный баф. Сайдкик. Великолепная штука. Ну, что я могу сказать? По схожему сценарию игры. Проходили. КБ увели. В первые несколько больше поворотов было. Во второй они просто вели-вели-вели. А потом раз, два, три, четыре проиграли. И все. Игг. 0-2. Войн-Ти зарабатывают победу. А КБУ. ЮС получают поражение. На этом на сегодня все. Дота-2 Чемпионс Лига. Инлайн Дота-2 Чемпионс Лига продолжится для вас завтра. В 15.00 первая игра. В 21.00 последняя. В серединке в 6 часов еще одна. Короче, очередные три игры. С вами были Lost MailStorm. Всем пока. До скорого.